Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу приготовить восхитительное блюдо из двух вот этих говяжьих хвостов. Было бы четыре, получилось бы еще вкуснее. В руки нож, передо мной разделочная доска, топориков не надо. Знаете, говяжий хвост состоит из позвонков. Вот они, он же туда-сюда шатается. Корова этим хвостом мух отгоняет. Очень важно найти, где сочленение суставов. Вам хорошо, у вас дядя Сталик есть. Дядя Сталик научит, дядя Сталик покажет. Раз, и режется как масло. Обратите внимание, два вот этих беленьких уплотнения. Здесь хвост чуть-чуть качается. И именно здесь и необходимо провязать ножом. Я встречался с людьми, которые брезгуют само слово говяжий хвост. Им почему-то кажется, что от говяжьего хвоста должно пахнуть чем-то неприятным. На самом деле, вот это мясо настолько вкусное, настолько ароматное. Оно дает настолько потрясающий, очень плотный бульон, что другого такого мяса в говяжьей туши, пожалуй, что и не найдешь. Вот и все. Никакого топора, хвост разделан. Кстати, жирок, который находится у основания хвоста, отлично подходит для плова. Но и для блюда, которое мы собираемся приготовить сегодня, он тоже отлично подойдет. Я закладываю сначала крупные куски говяжьего хвоста жиром вниз, жиром к стеночкам горшка. Потому что горшок у нас вообще-то будет готовиться в печь. У кого нет печи, тот будет готовить в духовке. У кого нет в духовке, у того есть большой гриль. Так вот, самое главное, это запастись терпением и соблюдать во время приготовления температуру. 130 градусов, минимум 110. И это блюдо будет готовиться 12 часов. Кроме температуры и времени для этого блюда ничего не надо. Не надо добавлять ни масла, никаких пока особых специй, ни соли, ни даже воды, ни лука, ни лаврового листа. Ничего. Уложили в горшок и забыли на 12 часов. Понесу, поставлю в духовку. Терпение и труд все перетрут. Хотите посмотреть, что там внутри? Идемте, загляните. Вау, как это вкусно пахнет! Вот знаете что? Ведь это не соленое, не перченое и даже не грамма чеснока. А между тем, вы сейчас удивитесь, сколько бульона образовалось. И ведь не грамма воды, это все вышедший из мяса сок. Отделяем косточки, да они просто сами выскакивают, полюбуйтесь. Вот это жир, снятый с поверхности бульона. А это добрый стакан бульона. Я не знаю, что будет с человеком, который выпьет стакан такого бульона, чистого мясного сока. Но я знаю, что мясо, если не посолишь, вкусным оно не будет. Надо его посолить, поперчить. А вот это все, лучок, редька, болгарский перец, острый перец, чеснок, имбирь. Отличная, превосходная закуска. И посмотрите, сколько зелени. Зелень же полезно, да? Осталось поперчить, и мы выходим на финал нашего блюда. Пол пиалы жира. Этот жир полезен. Без этого жира никакой энергии. Слушайте, мы же мужчины, мы должны питаться едой, которая дает энергию, придает силу, возвращает молодость и красоту. Прибавим огоньку, и вперед! Мясо! Закладываем все остальное. Соевый соус, бульон, все остальные овощи. И зелень. Знаете, мы ведь привыкли зелень ставить на стол вот так, как есть. А китайцы ее готовят, китайцы ее чуть припускают. И мне очень нравится припущенная зелень. Это получается очень вкусно и, прямо скажем, очень полезно. Я не знаю, чего еще добавить сюда. Может, пачку макарон? Это было бы здорово. Макароны не по-флотски, а макароны по-китайски, по-сталиксски. Перекладываем блюда. И я не думаю, что среди моих зрителей найдется хоть один человек, который скажет, что это нехорошо, невкусно и так готовить не надо. А всем остальным, я говорю, приятного аппетита, дорогие друзья! Мясо и гранат, кусочки теста, курт, лук, каштаны, шафран, топленое масло. Вы угадали, о какой кухне сегодня пойдет речь? Мы сегодня будем готовить азербайджанское блюдо, которое называется нар-каурмасы. Гурма, каурма, как ни назови, я уже показывал, как готовить эту мясную заготовку. Мясная заготовка из обжаренного мяса, которую хранят под слоем расплавленного жира. Вот два раза по 10 минут, и посмотрите, какие выжарки, абсолютно сухие, желтенькие, ни в коем случае не почерневшие. А жира они себе выпустили гораздо больше, чем обычно. Вот теперь полученный жир следует нагреть как следует, градусов до 220. Опускаем в него не все мясо сразу, а понемногу, так, чтобы мясо плавало в раскаленном жире. Мясо краснеет и становится готовым примерно на 70-80% за считанные минуты. Буквально 3-4 минуты, и все, первую партию мяса можно вынимать. В прежние времена каурму хранили в кожаных мешках, бурдюках, урджунах. Сейчас в век холодильников и цивилизации, разумеется, удобнее использовать обычную стеклянную банку, либо емкости из нержавеющей стали, специальные, пищевые. Когда жир остыл градусов до 100-120, им можно заливать мясо. Я должен сказать, что сейчас в Азербайджане распространен другой метод заготовки каурмы. Там мясо слегка припускают в небольшом количестве воды. Скажем, на 2 кг мяса берут литр воды, отваривают его до полуготовности, а потом обжаривают не в бараньем жире, а в топленом масле. И топленое масло прекрасно сохраняет мясо точно так же, как жир, вытопленный из курдючного сала. Дело в том, что очень многие азербайджанские блюда готовятся именно на топленом масле. На самом деле блюдо, которое мы собрались готовить сегодня, получилось бы гораздо быстрее, будь у нас заготовка, но из свежего мяса получится тоже достаточно быстро, на 20 минут дольше. Две столовые ложки топленого масла в сотейник и опускаем 600-800 г мяса примерно на 4-5, может быть, на 6 человек. Скажу вам один секрет. Когда жарите мясо и хотите получить и хороший цвет, и хороший запах, и хорошую консистенцию, торопиться не надо. Средний огонь и время, оно само дойдет, оно само покраснеет и получится именно таким, как нам надо. Осталось посолить мясо. В Азербайджане пищу слишком сильно не солят. На 600-800 г мяса я беру 2 щепотки соли, этого вполне достаточно, и добавляю к мясу каштаны. Я понимаю, что кто-то не любит каштаны, у кого-то нет каштанов, ничего страшного. Картошку порежьте кубиками чуть крупнее этих каштанов и положите. Ведь многие и в Азербайджане так поступают. Если нет каштанов, то заменяют картошкой. Да и вообще, именно картошка в основном вытескала каштаны из азербайджанской кухни. А в старые времена, когда картошки еще не было, очень много блюд готовили именно с каштанами. И вкус каштанов по душе каждому знатоку азербайджанской кухни точно так же, как вкус, запах и цвет шафрана. Растерли шафран в ступке, залили кипятком и теперь это переливаем все в мясо. Мясо должно окраситься этим прекрасным благородным цветом. Бульон, примерно стаканчик. Теперь все необходимо довести до кипения. И самое главное, не забыть добавить обжаренный лук. Все секреты жареного азербайджанский лука я раскрыл в нашей прошлой программе. А мне осталось только переложить вот этот прекрасный золотистый, ароматный, обжаренный вместе с топленым маслом лук в будущий соус. Довести все до кипения, убавить нагрев до минимума, накрыть крышкой и подождать 45 минут, чтобы мясо потушилось вместе с луком, чтобы все эти продукты переженились друг с другом и превратились в замечательное азербайджанское блюдо. Итак, мясо тушится уже 45 минут. Я полагаю, что оно более чем готово. Барашек был молодой. Чего его долго мучить? Осталось попробовать на соль. Пожалуй, что можно немного досолить, но именно немного, потому что азербайджанская еда не солится слишком сильно, но она непременно подкисляется. И в данном случае подкисляется ничем иным, как гранатовым соком. Всего 5 минут, и наше блюдо готово. Буквально несколько минут, и все готово. Можно подавать. А с чем подавать? Очень многие виды каурмы в Азербайджане подаются вместе с хингалом. Хингал – это нечто иное, как кусочки теста, точно такие же, как кусочки теста в бешбармаке. И не случайно на западе Казахстана кусочки теста называют инкаль. Слышите? Инкаль, хингал. Ну, а вот и мясо, а вот и лук. Все то же самое, из чего состоит бешбармак. Но погодите, это еще не все сюрпризы. Сейчас вы у меня еще ахнете. Кусочки теста я настоятельно рекомендую посыпать раскрошенным куртом. Курт – это сушеное молоко. Раздробили в ступке, и вот какая посыпка получилась. Это очень вкусно, я вам вручаю. Впрочем, у меня на столе уже стоит размоченный курт. Курту столкли, и получилась восстановленная сюзма, почти что сметана. Ну, а это обыкновенный катык, то есть кислое молоко, смешанное с чесноком, солью и зеленью. Но зелень понадобится еще и для того, чтобы украсить мясо. А помимо зелени понадобятся еще и гранаты, чтобы украсить мясо, чтобы показать, с чем было приготовлено это мясо. Это мясо было приготовлено с гранатовым соком, с каштанами, с хорошим настроением и с пожеланием всем дорогим друзьям приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok